Я обмолилась на Путина. Я его раньше не понимала и уважала, а сейчас нет. Социальное государство, где, значит, повышается на все цены. И 10 тысяч пенсии, это как вот, хорошая пенсия, ну вот как вот жить, как в целом, очень плохо. Весь прошлый год мы обсуждали пенсионную реформу. Самозабвенно захлебывались в ненависти к тем, кто придумал ее и принял в качестве закона. В этом году ситуация кардинально не поменялась. И за всеми этими разговорами о будущих пенсионерах мы, наверное, немножечко забыли о пенсионерах нынешних. О тех, кого уже не коснется эта пенсионная реформа. О тех, кто уже давно живет в реалиях 8-10 тысяч рублей в месяц. Это специальный проект свободных новостей. Здесь мы хотим рассказать вам, напомнить о том, как живут современные дедушки и бабушки. Показать то, что ждет всех нас, рано или поздно. На примере нескольких героинь из Саратова. Как часто вы видите, чтобы пенсионер общался со СМИ? Нет, ну одного-то мы с вами точно знаем, чтобы он провалился. Можете ли вы вообще себе представить, чтобы ваша бабушка или дедушка рассказывали бы о себе на камеру, о своих проблемах, пустили бы съемочную группу к себе в квартиру? А вот мы нашли таких и пообщались с ними. Галина Степановна – врач-кардиолог. Из-за большого стажа и возраста с пенсией ей повезло. Родственники помогают по хозяйству. В семье небольшой, но достаток. Она считает себя счастливым человеком. 45 лет поработала, и уже мне дети говорят, хватит нам работать, сколько можно. Я говорю, ну да, все. Потому что время уже другое стало, отношения уже другое стало. Страдала целый год, что я не работала. Я никогда не была на больничной. Я если что-то такое, я сразу раз-раз что-нибудь приму, и все. И вдруг я стала болеть, там все такое. Ну, учитывая, что я врач, я сама себя лечу от всех болезней, из своих детей. Я не могу, я по характеру, знаете, вот такая оптимистка. И я должна двигаться все время, что-то делать туда-сюда. Иначе мне скучно. Да, у меня дочка, филолог, кончила наш университет. Зять очень хороший, музыканты говорила. А, значит, внук университет кончил. Юридический факультет, он юрист. И сейчас у меня отличная семья. У нас мир и лад в семье. У Жанны Александровны тоже есть родственники. Любящая дочь и внучка. Но пенсия в два раза меньше. Ей приходится подрабатывать. Но она твердо уверена, что работала бы и за идею. Потому что непременно хочет сделать мир вокруг себя лучше. Справляется, как может. Я председатель садоводческого товарищества СНТ Рассвет 56. Сейчас пенсии у меня 11 тысяч. Это, конечно, я просто хочу сказать, что стыд-позор. Стыд-позор нашему правительству. Зарплату же платят нам. Вот я сейчас, вот мне дали 5 тысяч, я более-менее. Это я заплатила 5 тысяч за коммунальные услуги, за все. Но я не хотела бы именно сделать акцент, что я вынуждена, что я из-за этих денег работаю. Я еще и работаю, потому что я хочу, чтобы наше товарищество жило и процветало по возможности. Куда сложнее слышать рассказ Надежды Васильевны. Пенсия еще меньше, живет на окраине города, работала на заводе, потом в магазине, стаж огромный. А пенсия нет. Плюс еще проблемы со здоровьем. Претензии к чиновникам есть, а все равно. Первых лиц страны называет. Не иначе, как высшее начальство. Я проработала 12 лет на заводе, 12 лет в магазине я работала. У меня трое детей и 10 тысяч пенсии. Это как вот, хорошая пенсия. Ну, я работала, получала 120 рублей. Ну, я на эти 120 рублей я могла и в дом отдых съездить, и в Москву, и на Украину смогла съездить. А сейчас я не съезжу, даже вот у меня в Англии сестра, я не могу туда к ней поехать, если мне платить. В общем, три транспорта, туда три оттуда. И все они говорят, что вот у высшее начальство, что у нас пенсия, 13-14 пенсии. Да мне до 13-14 я уж, наверное, умру. Александра Григорьевна еще одна пенсионерка, которая рада своим 20 тысячам в месяц. И как будто не замечает, что неделю назад сделала дорогую операцию на глазу, которую сама себе никогда позволить бы не смогла. Племянники помогли. Я возглавляла все коневодство нашей Саратовской области. Я проработала 28 лет по 1997. Трудовая пенсия 14,5 тысяч. 2 тысячи у меня инвалидные. И 4 800 за то, что мне 80. Так как я в детстве голодала, я могу себе позволить курочку и раз в неделю сварить щи с грудиночкой. У меня свое подсобное хозяйство. То есть я имею и помидоры, и огурцы. Если бы не было подсобного хозяйства. Не знаю, я бы выжила или нет. Пенсию я не жалуюсь. Я благодарна той власти, что у меня приличная пенсия. Ко мне ходит женщина. Ей вот 1 января исполнилось 58 лет. Она очень болеет. Но ей приходится работать, потому что у нее пенсия 8 тысяч. Квартира у нее в аварийном доме. Но коммуналку надо платить в первую очередь. Чтобы себе что-то позволить купить, даже из белья. У нее даже на это денег нет. Работа, конечно, не только из-за того, что там не хватает. Конечно, мне это дело нравится. Но в основном, конечно, работаешь, потому что денег. А что сейчас садится, и что, денег нет. На 8 тысяч приживешь, особенно зимой, когда за квартиру отопление, вода. А с другой стороны, был 15 тысяч, я бы, может, и не работала. А работа тяжелая? Ну, слышите, как вы думаете? Вот это почти все выгрузили мы сегодня с девочками. А потом нужно навод почистить. Лошадку нужно накормить. Лошадку нужно напоить. А потом ее надо еще и отработать, чтобы она бежала, и чтобы она показала работоспособность хорошую. У меня много стажей нет, 20 лет. Но мне всегда интересно, почему меня приравняли к тем, у кого вообще нет стажа, и кто вот социалку получает, ребят, ну 20 лет стажа у меня все равно есть. Ну почему мне опять же ту же минималку дали? Ну дайте хотя бы 9 тысяч. Давайте взглянем правде в глаза. Отношение к пенсионерам в современном обществе плохое. Для многих они только проблема. Чиновникам приходится платить им пенсию, слушать их жалобы. Для многих пенсионер – это еще и семейная проблема. За ними нужен уход, они занимают комнату или даже квартиру, а у тебя своя жизнь. Наши героини в свои 70-80 лет стараются обеспечить себя сами и даже помогают другим. Так уж сложилось. Нечаянно получилось, что я стала председателем. У нас в СНТ было очень сложное положение. У нас не было ни света, не было очень плохо с поливной водой. Вот пришлось заниматься. Поливную воду мы берем из Бахчево пруда. Сейчас какие-то предприятия сливают в Бахчев пруд какие-то нефтепродукты. Вот уже третий год, места сброса нигде не нашли. Ну, сказали, что будут разбираться. У меня есть подборка писем, несколько, которые я писала, которые мне ответы тяжело. Ну, а что делать? Еще нужно нам провести питьевую воду, еще нужно заменить водовод на пластмассовый. Вот представляете, вот приходишь и не знаешь, что какие-то отрицательные сюрпризы тебя ждут на этом, на всем. 11 лет я не работаю уже, но я занимаюсь общественной работой. Дети войны. Мы собираемся все, активы у нас есть, и мы обсуждаем, что нам делать. У нас список всех есть, и мы посещаем их. Особенно, значит, нам выделяют памперсы. Кто больной, тяжелый, это мы узнаем, мы ходим, все звоним по телефону и помогаем бесплатно, все и вдаем. В основном, это вот сейчас люди, которые пенсионеры и получают маленькую пенсию. Понимаете? Они, ну что, они проработали, сколько там положено, 30 лет и все. Надежда Васильевна борется с управляющей компанией за тарифы на вывоз мусора и качество оказываемых услуг. Получила целую кучу отписок. Говорит, что молодежи некогда этим заниматься. Сколько мы ходили по всем инстанциям, прошли тоже, что мусор провод заварили. Мы остались в подъезде, одни пожилые, потому что мы заселились сюда в 76-м году. Мы написали им сначала, потом жил инспекцию, в комитет жил инспекции, в администрацию, к Радаеву, в две прокуратуры. Там пошло у нас по всем депутатам. Каждому пишем, сколько мы платили за вывоз ТБО, а они все равно пишут, что мы платили 2 рубля 3 копейки. Если бы у меня была пенсия большая, я бы не ходила. Или муж у меня был бы же. Я, может быть, и не ходила, потому что у нас 2 пенсии было. А так я на 10 тысяч, вот я по одной платежке заплатила, вот им 4 тысячи. А у меня еще телефон, а у меня еще наем. Молодежи заниматься нельзя. Это время нужно. А молодежь, если она пропустила на работе, значит, ее могут уложить. В связи с тем, что я была замдиректора, все хозяйственные вопросы были на моих руках. И по привычке привыкли, что Григорьевна все это делает, и до сих пор все идут сюда. Приходили, чего делать? Воду отрезали. Чего делать? Цвет потух. Порешаем, порешаем, бумажки напишем. Создали свое ТСЖ мы. А еще все пенсионеры ходят за покупками. Кто-то успешно, а кто-то не очень. Сейчас печенье какое-то вкусное у вас было. Так, рулетик сейчас возьмем. Какое? А нет, сейчас другое. А где вот эти у вас? Как они называются? Вот это? Клеры. А, давайте. Четыре штучки. И пакетик. Клеры мы любим, наши дети. Они свежие? Да. Хотела бы купить, из продуктов? Ну да, допустим. Мы все в магазине. Вот вам хочется, а вот уже как-то денежку попадали. Я такого не знаю. Если сильно хочется, я возьму хоть какую. Мне вот Максимитекс и вот это вот. Вот это. Скажите, сколько стоит, пожалуйста. По назначению врача? 28 штук, 348 рублей. Нет, это дорого. А это сколько стоит? 492 рубля, например. Ой, это более дорого. За два лекарства. Ну, извините. Ну, они, конечно, не дешевые, но два можно попробовать взять. Вот картошку надо взять, потому что я всяким макаронам, там, рису предпочитаю, картошку. Ну, все остальное, конечно, во-первых, дорого, ну, а во-вторых, стараемся взять из своего сада. То есть вы обычно, получается, себя и не балуете? Нет, не покажу, что я хотела себе взять. Алкоголь? Да. Ликер. А, ликер. Который стоит полторы тысячи, но мне денег жалко. Вот это я точно хочу сказать, что жалко. А давно пили ликер? На свой день рождения, это в апреле. То есть почти год? Ну, да. Пять с лишним тысяч я заплачу за квартиру. Тысячи две с половиной мне нужно на лекарства, это впритык. Вот взяла сегодня, набрала три морковки, три лука. Вот буду жить. Разделю и буду варить. Вот как вы думаете? Ну, вот как вот жить? Как в целом? Очень плохо. Порой брошенные государством пенсионеры начинают помогать другим пенсионерам. В их среде 22 тысячи это очень хорошая пенсия. У меня пенсия хорошая. Я стараюсь тем, которые вот у нас мало получают, там все так, я им даю деньги. То пятьсот одно. Я говорю, хочешь, я тебе положу на этот телефон, там еще, я не говорю, кто. Там у нас есть больные, там диабетом, там все. То есть я нет-нет, тихонечко суну. Просто, ну, как сказать, ну, вот помочь. У меня вот есть такая женщина, живет, где текст стекло. У нее пенсия тоже очень маленькая. Задолженность очень большая по коммуналке. Я вот иду в магазин, куплю ей продуктов, позвоню, спустись, возьми. Вот, и на меня смотрят, вроде-то нашлась богачка. Мне просто жалко таких людей. Ну, нас таких единицы. Очень сильный стереотип в умах россиян относительно пенсионеров это их политические предпочтения. Говорят, что большинство из них за Путина и действующую власть и на выборы ходят за них голосовать косяком. А так ли это? Сначала поддерживали. Сначала, вот, когда мы голосовали же в марте, да, год назад, да, вот, выбирали президента, вот, да, поддерживали. Я молилась на Путина, молилась. Но когда вот после выборов вдруг он поднял пенсионный возраст, подняли НДС и подняли все эти цены на продукты и все на свете, я уже не могу к нему так относиться. Я очень была им очарована. Я просто ему отдаю плюс за Крым. Вот, что там на Украине, я не знаю как, но что Крым, что нечаянно Хрущев ошибся, ошибся он просто, тогда передав это Украине. Ведь кто завоевал Крым у турков? Кто? При Екатерине Второй. Голосовал я за него. Ну, вот то, что он прибавил. Главное дело, пока еще выбора не было, он, значит, обещал и пенсии все оставить, также в такой срок уходить. А теперь что? Это что за государство? Где социальное государство, где, значит, повышается на все цены? Ну, почему нельзя не повышать цены? Почему нельзя? Почему на нас должны наживаться вот эти все торговцы? Почему? Путин собирает там месяц раз или кого-то там представителей там от разных организаций. У нас доля отечественного транспортного машиностроения на 2017 году составила 98%. Значит, в автомобилестроении 85%. И по некоторым другим направлениям тоже по ключевым, тоже где-то в районе 80%. И начинает там рассказывать, какие успехи у нас. Это неправда все. Я его не уважаю за это. Я его раньше не понимала и уважала. А сейчас нет. Он говорит одно, думает другое и делает третье. У нас, знаете, вот, ну, как-то перед выборами сначала были за Путина, а теперь сейчас не очень. Ну, нельзя так, ну, вот. Значит, в Сирию везут, на Украину там везут. А нашим пенсионерам, которым действительно вот живет тяжело, ну, как вот я теперь вот сколько я буду жить, чтобы мне сделать ремонт. Но сейчас люди начинают уже думать. Холодильник начинает побеждать телевизор. А догадываются ли они, что о них думают окружающие? Все эти разговоры об очередях в поликлинике и на почте, занятых местах в общественном транспорте. А что они сами думают о таких же, как они? Вот очень многие чиновники, ну, почти, почти все, отвернуться, не сделать. Ну, в общем, что вам еще нужно? Живете пока и живите. Отношение пренебрежительное. И мне, например, стыдно. Но я человек злой, я иду и не стесняюсь. Все равно недостойно. В транспорте едешь, чтобы уступили дорогу или там посадили. Нет, они заткнули эти уши и им безразличны, кто там стоит. Им все равно. Глядя на этих счастливых, а порой не очень счастливых людей, задаешься вопросом, как так? В какой конкретно момент то, что мы увидели, стало нормой? Это вода камень точит или на нас всех так массово подействовала государственная пропаганда? Да так, что сами пенсионеры говорят, что довольны своей пенсией в 20 тысяч, в 22 тысячи. Они поставили свою жизнь на паузу, бросили якорь в том городе и в том районе, где вышли на пенсию. Большинство из них уже никогда не смогут купить новую квартиру, сделать ремонт, съездить отдохнуть за границу. Хотя бы раз, хотя бы на недельку. Нет. Субтитры создавал DimaTorzok